Шестнадцатый ход. Первый игрок у нас Лола. В фазе передышки мы не меняем ничего из ползвуков. И в фазе передышки для Харви мы тоже, я даже не знаю, мы попали в невероятно поганые ситуации. Для Харви мы тоже ничего не будем менять пока что. Или все-таки поменяем. Так, ну давайте повысим показатель скрытности до трех. Да, пускай будет показатель скрытности на трех. И для Лолы мы вернем ей обратно ее навык боя. Возвращаем навык боя и ставим меткого стрелка на дно колоды карт навыков. Далее. Первый у нас будет ходить Лола. Лола направится естественно к ползущему. Так, а Харви у нас пойдет к культисту. Раз, два. Контактов в этом ходу не будет, так как оба сыщика на улице. И мы помним, что культисты это скрывающиеся монстры, то есть их надо догонять. Но Харви не сможет его догнать, так как у него минус три, плюс три, ноль. Вы показатель. Ну, у него нет просто шансов его догнать. Поэтому сражаться будет только Лола. Для начала смотрим, что за проверка ужаса. Минус три. И я опять сгубил. Ай-яй-яй-яй-яй. Надо было повысить показатель воли. И убежать мы тоже не сможем, так как показатель нашей скрытности равен нулю. Ну что ж, за свои ошибки надо платить. Мы теряем три единицы рассудка. Восстанавливаем его до максимума. Оказываемся в лечебнице и вытягиваем карту в безумие. Это у нас ксенофобия. Вы теряете одну единицу рассудка, когда находитесь в иных мирах. Ну, не такая страшная карта, но все равно неприятно. Ползущий остается на улице. А Лола оказывается в психушке. И отложена до следующего хода. И сразу же переходим к фазе мифа. Белый шестиугольник. Ну, шестиугольников у нас нет. Зато у нас есть звездочка. Звездочка, это значит наш разлом перемещается по черной стрелочке. И добавляется предпоследний жетон пробуждения на шкалу древнего. Далее. Улика появляется в историческом сообществе. Еще один прорыв в лесах. Это значит, что еще один монстр идет на окраину. И кто же еще у нас из монстров передвигается? И тем по черным стрелочкам он идет к профессору. Каждый сыщик может пройти проверку удачи с модификатором минус один, чтобы получить благословление. Ну и мы помним, что шестиугольники белые. У нас все жетоны прогресса разломов уже открыты. Единственный жетон прогресса разломов, который у нас не открыт, это круг черный, который будет ознаменовывать открытие последнего разлома. Так, ну давайте пройдем. Хар, так, удача минус один. Минус один, плюс один, плюс один. Один. Это одна кость. Бросаем одну кость. Хотя нет, первым должен бросать первый игрок. Так. Удачи. Четыре, минус один, это три кости. Три кости для Лола, и она получит благословление. Одна кость для Харви. Так, Лола получает благословление. Давайте посмотрим заодно и Харви. А Харви не получает. Ну, хотя бы этим получает. Кстати, первый ход, который следует за получением благословления, бросание кубика на проверку благословения делать не надо. Так, а далее у нас что? Далее у нас ход заканчивается. Спасибо.